Всем привет! Сегодня я хочу вам показать товар, который я приобрела в магазине Кристаллс. Вот такую визиточку они вкладывают в коробку с посылочкой. Посылка была, кстати, в очень хорошей такой коробочке, плотненько упакованной. И все материалы были разложены по таким вот пакетикам. Ну, я, естественно, всё уже достала, поэтому сейчас вам буду показывать, что же я взяла. Поскольку посылочка у меня была, это пробная, то, естественно, я решила заказать не на очень большую сумму, то есть в пределах 1000 рублей. Значит, этот магазин Кристаллс, он основывается на продаже различной фурнитуры, различных бусин. Бусины вы можете увидеть там и под жемчуг, и просто различные камешки, натуральные камни есть. То есть вообще огромное количество всяких интересных штучек, которые могут пригодиться для рукоделия. Ну, я как маньяк по фурнитуре, поэтому заказала себе в первую очередь фурнитуру и всё, что связано для сборки изделий. Я заказала на пробу. Впервые в жизни вообще хочу попробовать сделать ободок. И вот такую основу для ободка я взяла. Вообще, сам по себе металл мне очень понравился. Он довольно плотный, довольно такой жёсткий. Каркас тоже довольно такой прочный. Поэтому, думаю, что хорошо очень будет всё это держаться. Ну, конечно, нужно будет придумать ещё, как прикрепить цветы к этой штуке. То есть вот такая вот основа для ободочка. Дальше я заказала вот такой вот инструмент. Он очень похож на шило, но он без дырки. Шило делают с дыркой. Вообще, это называется расширитель для бусин. Я его взяла как инструмент моделирующий на всякий случай. В общем, вместо зубочистки, вместо иголочки он чуть-чуть пошире будет. И в то же время удобно будет тоже делать отверстие в бусинках, думаю. В общем, пригодится мне эта штука по-любому. Дальше. Я заказала вот такой тросик ювелирный. Он там тоже есть. Вообще, у них огромное количество различных тросиков, лент, всяких резинок для браслетов, цепочек. Цепочки – это вообще отдельная тема. Там цепочки мало того, что разных цветов и по вполне приемлемым ценам. То есть, от 25, по-моему, рублей я там видела цепи. Естественно, заказала. Вам покажу некоторые из них. Но вот тросик я никогда в жизни не заказывала. Но я знаю, что это такая штука, которая не рвется. И она похожа на проволоку. Поэтому я хотела заказать и сделать из нее бусы. Поэтому, как сделаем бусы, посмотрим. И прочность, и все прочее. Пока это похоже, естественно, на вот такую вот проволочку тонкую. Но по ощущениям не очень. Она, конечно, похожа на проволочку. Я ее вот так вот сгибаю. Она как бы не сильно сгибается. То есть, не преломляется. Поэтому, я думаю, что это, наверное, штука интересная будет попробовать. Дальше я заказала вот такую резинку для браслетов. Резинка в миллиметр толщиной. То есть, довольно толстая. И вот она немножко тянется. Заказала потолще. Тоненькая резиночка у меня есть. Поэтому решила вот заказать потолще. Вот такой вот моточек. Здесь написано, сколько метров. Ну, в общем, много. По-моему, до 50, наверное, метров. Точно не скажу, врать не буду. Проволочка, вот тросик 50 метров. То есть, это мне понадобится для моих украшений. Дальше я взяла вот такую штуку интересную. Это гребешок. Давайте я вот так вот двину, буду показывать. Это гребешок. Никогда не делала гребешки. Но тут меня попросили. Поэтому я решила заказать на пробу в этом магазинчике, раз они есть. То есть, вот такой гребешок. Он где-то 6 сантиметров. Вот так вот длине. И сюда, наверное, где-то 4. В общем, вот такая штука. Я сама, если честно, никогда в жизни гребешки не носила. Но попробуем, посмотрим. Думаю, будет интересно. Дальше я заказала сеттинги. Сеттинги. То есть, такие штучки, в которых можно подвешивать сразу на шею. Это квадратный. Вот такой вот. Два овальных. Один золотой, другой под серебро. Там огромное количество различных сеттингов. Я взяла, которые попроще, потому что, ну не знаю, я как-то не очень люблю, чтобы всего было много интересного там в фурнитуре. Хотя фурнитура там очень интересная. И очень много всякой разной. Я взяла что-то такое, то, что, так скажем, нравится мне. Вот такая вот основка квадратненькая. Вот такая вот. Здесь узорчик на обратной стороне похожий. В общем, буду делать кулончики в стиле филигрань. Давно хотела попробовать. Дальше я взяла такие вот зажимы-крокодильчики. Вот они вот так вот. Вот они, видите, как прицепляются. С небольшой площадочкой тоже хотела сделать такие заколочки. Зажимчики с цветочками. Поэтому вот решила взять. И они цвета бронзы. Поскольку здесь больше никакой фурнитуры не нужно, я решила взять цвет бронзы. Потому что у меня у самой волосы темные. И если я сделаю, то я, может быть, даже сама буду это носить. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Я взяла шапочки. Вот такие вот интересные шапочки для шнуров. Вот такие. Пошире. И вот такие вот винтажные, ажурные. Эти вот в виде тюльпанчиков. То есть взяла по две, потому что они, в принципе, требуются, допустим, для крепления на браслетах или бусах. То есть два конца обычно. Поэтому для двух концов. Эти вот побольше. Тут у них диаметр где-то, наверное, внутренний до сантиметра. Тут можно много шнуров напихать и закрепить. И вот такие вот они винтажные, ажурные. Но они потоньше материали. И вот они такого серебристого цвета. Эти больше похожи по цвету никеля. Тоже хочу попробовать сделать что-нибудь со шнурами. Потому что шнуры я уже тоже давно прикупила. Но все вот как-то не доходит до них руки. А сейчас вот купила такие штуки интересные и точно попробую. Дальше я вам сказала, что там есть огромное количество различных цепей. Я взяла вот такую цепочку. Вот она мне очень понравилась. Во-первых, она серебряного цвета, как я люблю. Во-вторых, у нее довольно крупные звенья. И они очень такие плотные, тверденькие. То есть не порвется. Не знаю, как она поведет, конечно, там со временем. Покроется, не покроется жарчиной. Поскольку я вот как-то, ну, такого пока не встречала у себя. Но вот многие боятся, что со временем там материал может начать темнеть или еще что-то. Но в принципе, буду надеяться, что если все пойдет так, то я вот считаю, наверное, эту цепь идеально просто для браслетов. Мне прям вот она очень понравилась. Я ее достала, прямо влюбилась. И есть вот такая вот цепочка потоньше. Я ее, скорее всего, буду использовать для кулончиков. Она будет смотреться так очень воздушно и мило. То есть она чуть-чуть помельче. Здесь где-то звено, ну, 3,5, наверное, миллиметра. Вот в длину, по крайней мере, каждая звенушка. Здесь побольше. Здесь оно где-то миллиметра 4,5-5, я думаю. Ну, конкретно на пачках я потом не перечитывала. Да, кстати, забыла сказать. Они вот прислали накладную. То есть все, что я заказала, вот здесь вот списочком вот так вот перечислено. Да-да-да, вот такой огромный список, представляете? И это все я заказала на тысячу рублей. И здесь вот еще продолжение. Практически еще половина. Поэтому вот огромное количество материалов. Дальше, что же я еще заказала? Я заказала вот такие интересные заглушки для швензов. У меня обычные силиконовые были, а эти какие-то вот металлическая и такая вот присосочка. То есть мне вот было интересно попробовать именно такие. Такого я в своем магазине, где я обычно беру, не видела. Поэтому мне было интересно посмотреть, что это такое, как оно будет крепиться. Крепиться они будут на гвоздики. Вот у меня взяты тоже такие швензы в виде гвоздиков, тоже серебряного цвета. Брала как раз, можно сказать, для них. Я их уже попробовала в том плане, что позастегивала на вот эти вот интересные штучки. И, в общем, очень хорошо оно вот так застегивается, поэтому на данные гвоздики после этой можно прицепить довольно большой цветок. И за счет того, что вот эта вот штучка-площадочка не просто силиконовая заглушка, а вот такая вот с таким вот большой площадкой, то цветок большой будет очень хорошо держаться на ухе. То есть даже не цветок, а можно же тут какое-нибудь даже существо, допустим, придумать. В общем, интересно. Взяла парочку карабинчиков покрупнее серебряного цвета. Я думаю, что неплохо подойдет вот к этой цепи. Проверила. Карабинчики рабочие. То есть они открываются, закрываются прекрасно. Потому что когда вот в большом количестве обычно приобретаешь, то частенько бывает, что в партии несколько замочков оказываются бракованных. Что, в принципе, не очень приятно, но бывает. Здесь же все прекрасно. Мне вообще очень понравилось. Следующее. Это вот такие вот штучки, которые мы вставляем в кулончики. Сейчас я их схвачу. Вот такого вот цвета под никель и золото. То есть вот такая вот штучка. Она вставляется в кулончик и его сразу можно подвесить на шнурочек. Вот, значит, никелевого и золотого цвета. По две штучки я взяла. Ну, поскольку я еще раз повторяюсь на пробу, то я решила набрать всего по чуть-чуть, но разного. Дальше взяла швензы. Вот такие вот, как мне кто-то сказал, английские они, что ли. В общем, вот две пары швенз вот таких вот. Тоже они здесь. Хорошего такого серебряного цвета благородного. Мне очень понравилось. И вот такие вот интересные швензы. Я никогда таким еще не пользовалась. Вот хочу попробовать. В общем, тут что-то как-то на что-то навешивается. И просто вот подцепляются. Они достаточно такие жесткие. Вот. Такие маленькие и аккуратные. И в то же время жесткие. На них можно будет что-то тоже подвесить. Следующая моя такая прихоть в этот раз была взять вот такие вот бейлики, готовые подвесочки. Я буду ими украшать концы моих браслетиков. Тут вот такой вот маленький цветочек. Видите? Маленький цветочек. Вообще я люблю, чтобы на кончике что-нибудь болталось, висело. Обычно прикрепляю какой-нибудь элемент. Но теперь у меня есть такие вот замечательные, прикольные цветочки. Буду вешать их. Если понравится, то, возможно, закажу еще. Дальше я взяла вот такие вот кончания, за которые можно цепить шнуры и ленты. Зацеплять шнуры и ленты. У них вот такие вот, как такой маленький чемоданчик на вид. И вот в него цепляется либо лента, либо шнурки. И зажимается плотно плоскогубцами. У меня никуда уже эта лента и шнурки не выпадут. То есть тоже никогда не пробовала. Хочу попробовать. Но что такое, я уже это видела. Дальше вот такие вот бейлики золотистого цвета. У меня есть бронзовый и серебряный, а золотого не было. Там же бейлы вот эти вот в разных вообще вариациях представлены. Я взяла самые простенькие, потому что я говорю, что я люблю что-то такое, ну, не слишком такое все усложненное. Не люблю такую фурнитуру. Люблю, чтобы все было лаконично и красиво. Если вы любите что-то такое винтажное, все такое, ну, в таком вот стиле, скажем, то, пожалуйста, можно там выбирать вообще до бесконечности. А вообще огромное количество фурнитуры. Разные. Меня это очень тоже порадовало. Следующее, что я могу вам показать, это, поскольку вы знаете, я люблю делать браслеты, особенно цветочные браслеты, я заказала огромное количество различных тоглов. Давайте я вот так вот подвину прям и вот сюда вот так вот высыплю их. То есть это тоглы, и они очень интересные. То есть по две штучки я взяла каждого. Золотого цвета, серебряного цвета. Они достаточно все прочные. Мне вот это вот очень понравилось. То есть есть такой сплав, который довольно такой, как алюминиевый что ли, медный. А здесь вот он такой вот достаточно прочный сплав. Стальной, думаю. Поэтому вообще очень здорово. И сами вот эти вот элементы, они тоже очень красивые, необычные. Вот в данном случае я решила действительно взять что-то необычное для замочков. То, что я еще нигде никогда не видела и не использовала. Вот такая вот огромная коллекция у меня теперь есть от тоглов. Следующий мой такой, скажем, тоже эксперимент. Никогда раньше такие штуки не брала. Это я взяла вот зажимы для конецов. Я их могу использовать, допустим, зажимая тот же тросик, вот этот ювелирный. Или, допустим, зажимать различные лёску, если я на лёску буду собирать. То есть здесь вот она такая вот маленькая штучка. Туда пропускаем лёску и зажимаем. И кончик этой лёски остается как бы вот в этом маленьком шарике. Соответственно, кончик лёски или кончик проволоки не будет царапать вам шею. И будет все очень аккуратно спрятано. То есть вот такие вот штучки. Никелевого цвета и серебряного цвета. Вообще там есть даже ещё третий цвет. Это платина. Тоже очень похоже на серебро, но платиновый цвет. То есть огромная палитра выбора. Пожалуйста. Ещё золотые есть. Ну, золотые, поскольку у меня большая часть фурнитуры под серебро, я решила не брать золотые такие штучки. Но можно и взять. Ну, в принципе, вот всё, что вы видите, это куплено вот в этом магазине. Магазин, ещё раз говорю, Кристаллс называется. Я всё это буду пробовать. Мне потому что, в принципе, даже понравилось вот это вот разнообразие. Такое всё интересно. И там вообще действительно очень удобный сайт. Добавляете в корзину прямо товар. И затем уже вы можете сами редактировать. Допустим, если у вас, ну, допустим, есть у вас рублей, сколько, 500 или 1000, на 1000 вы хотите сделать заказ. Прям можно подредактировать, сколько товара и чего вы хотите. Там общая сумма сразу вырисовывается. Вы можете добавить, убрать товар. То есть, очень такая гибкая, гибкий сайт. Очень удобный в использовании. Огромное количество цепей. Медные, чёрные, никелевые, золотые. И причём по нормальным ценам. Вот я просто на цепочке обратила внимание больше всего, потому что я на других сайтах видела довольно ограниченное количество этих различных цепей. Поэтому мне лично было вот интересно именно посмотреть цепочки. Цепочкой вот это я прям дико довольна. Замочки. Ну, прям меня порадовали. Очень интересные. И те карабинчики, которые я обычно покупаю, тоже то, что они не ломаные, то, что они целые, это очень здорово, потому что оно работает всё. Также огромное спасибо за маленький презент, то есть подарочек. Мне подарили вот такую камью. И вот такую. Я думаю, что, может быть, сделаю с ними интересное колье в стиле филигрань тоже. Довольно модная сейчас вещь. Делают все. И я вот хочу включить в какую-то панораму. Ну, или если я буду лениться, я сделаю просто себе либо кулончик, либо колечко с такими элементами. То есть вот такой ещё приятный сюрпризик добавляется при заказе товара на этом сайте. Вот, в принципе, и вся моя закупочка. Всем большое спасибо. Сайт, где я заказываю фурнитуру, я оставлю обязательно под видео. Всем большое спасибо ещё раз. Всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok